Всем привет! Вы на канале Clownbox World Travel. И сейчас мы с вами отправляемся в Лион. Высоко над городом поднимемся к романским амфитеатрам. Это маленькая превьюшка. Я уже здесь. Мне так нравятся эти сосны, мне так нравится вид здесь. И это место медитации, силы, интересного исторического такого течения. Не знаю, чего времени здесь. Время совмещается в одну точку. И мне тут очень нравится. Там так красиво. Продолжайте смотреть, оставайтесь с нами. Будет интересно. Надеюсь. Безу-безу и с Францией муэ. Сейчас вот снова в метро. И в метро прямо в фуникулёр. И поеду наверх. Наверно в амфитеатр. Но сейчас посмотрим, куда мы приедем. Сейчас вот захожу сюда. И пойду на переднюю площадку. Буду там снимать. Сюда сейчас перейдёт этот вагонов вожатый. Тут фуникулёрчик поднимается как бы вот в горе. В основном в тоннелях. Ну, сейчас посмотрим, как он поедет. Я хочу... Сейчас мы с вами едем наверх. Над Леоном. Вот есть один фуникулёр вот справа. Он поднимается на смотровую площадку. Фуврерьер базилика. Ну, собор. А вот этот вот вроде к амфитеатрам. И к старым римским историческим. Таким красивым местам. Ну, вот надеюсь, что я найду. Где это находится? Ну, если что, посмотрю по карте. А сейчас вот поедем на фуникулёре. Сниму, как этот выглядит фуникулёр. Ну, вот так, сидушки такие. Там людей нельзя снимать долго. Я не буду их долго снимать. Сейчас туда вагоны вожатый перейдёт. Этот фуникулёр, трамвай. Трамвайчик. Вон, на тросах держится. И он ездит... Ну, как такой тени толкайчик. Наверх и вниз. Вот. Надеюсь, он закроет эту дверь. Нет, что она хочет закрывать. А, закрывай. Так вот, двери закрылись. Наверное, сейчас поедем. Не знаю. Но он смотрит на камеру куда-то. Показал свою карточку. Там, видимо, по времени он ходит. И он чётко на время смотрит. Вот. И карточку показал зачем-то. Наверное, видеосъёмка постоянная ведётся. Я даже не знаю. Или мне так показалось. Ну вот, поехали. Вот так. Поднимаемся наверх. На гору над Леоном. Ну, это не то, чтобы фуникулёр. Но такой трамвайчик. Ну, немножко тоже. Интересная. Как он так функционирует. На двух тросах туда и вверх и вниз. На двух трамвай. Тут ничего даже интересного. Вон навстречу два трамвайчика. На встречу... О, а вот тут ещё одна остановка. Театр Романов. А, так мне сюда выходить, а там ещё дальше. Ну, я сейчас сюда и выйду, где-то здесь, наверное, чуть ли не знаю. Блин, театр Рома. Наверное, сюда. Сейчас посмотрим. По карте, может быть. Ну вот, на этом трамвачке я приехала. О, в горе. Он ещё так качался, он когда остановился, прямо на тросу, как будто маятник какой-то качался. Такой вот. Сейчас посмотрим, что тут. Наверх куда-то идут все. Как бы и говорят, в театр Рома, амфитеатр. Что здесь? Посмотрим. А тут вот такая локация. Культурный центр такой. Ну да, где-то тут есть театр Рома, амфитеатр. Сейчас посмотрим. Лифт. Сейчас я поднимусь. Это выход из метро, вот это, сорти. А, ну я сейчас выйду, да. Я по карточке езжу, у меня проездной билетик. Куда дальше идти, непонятно. Мим театр Рома. Мимим. Не мим. У меня всё мим. Так, выход сюда. Так, куда идти-то театр Рома? Так жарко. 30 градусов сейчас в Лионе. Ну, туда направо куда-то идти. А что тут? Тут обычно всё. Сейчас дойду. А Фувриер тоже близко. Вон он, Фувриер. А, так вот и театр этот, Рома. Старые. Такие. Так а где он? Вот это что ли он? Сейчас посмотрим. Это всё театр Адеон. Ну, куда идти-то? Музей. Энтеренс. Музей. Ну, сейчас походим. Там была, конечно, фуар-код. Ссылка на инстаграм. Ну, всё. Бар какой-то там. Ладно, пойду, как все люди. Тут кафешка, если что. Пока иду сниму. Всем привет. Вы на канале Clownbox World Travel. Мы с вами в Лионе, в городе Лион. Я очень люблю этот город. Это такой центр передовых технологий, бизнеса, предпринимательства, всего. Центр Франции, я считаю. Самый экономически богатый, развитый город Франции. Имеющий очень интересную историю. Столица всего. Качество. Тут ещё концерты какие-то проходят. А, сейчас. Я вам пока иду. Столица всего Лион. Качество. Мировая кулинария. Школа. Польбекюс. Столица рост. Столица сопротивления. Столица того-сего. Шелкопрядство. Сейчас мы в Романские две тысячи лет назад. Тут вот были римляне. Ой, какая штука. А что это такие закопиться? Что-то я не понимаю. Римляне и римское. Всё римское. Роман. Романский вот театр. Римский. Так жарко. Вы себе не представляете, как здесь жарко. А ещё здесь камень. Везде камни. И они... Да, вот я дотронулась до камня. Он сейчас очень горячий. Так, тут тоже что-то строится. Какой-то фуд. Петропольня. Вот. Это, короче, музей. Вход в музей. Не пойму, куда идти-то. Давайте наверх это самое поднимусь. И это всё... Мне кажется, ещё где-то должен быть. Бар только вижу. Вот эти башни стали. Везде какие-то площадки театральные. А! Я, по-моему, читала, что здесь театральный какой-то фестиваль музыкальный проходит. Театр очень любят во Франции. Всегда полные залы на любые перформансы и представления театральные, мюзиклы. Ну, прикольно. Только здесь очень жарко. Здесь жарче, чем где-либо. Потому что вот эти все камни, они почему-то очень сильно на солнце раскаляются. Да, вот здесь был такой... Там дальше фувриер. Ну, фувриер, вот эта базилика, она вообще в каком-то, по-моему, конце 18 века. Тут очень красиво сосны. Из этих камней. Раз тут пять сосенок. Красивое место. О! И тут тоже такой вид на город. Ну, конечно, да. Хорошее место выбрали. Вечером, наверное, будет представление. Вот там, видите, шатры, это фудкорт. Вечером будет. Так, ну, мы сейчас подойдем. А потом будем ставить на паузу и читать, смотреть, что это значит. Театр. То есть, это и был всегда театр. О, какая красота! Тут тоже вид, оказывается, какой. Это вот был старинный римский театр 2000 лет назад. Вот с таким видом на город. Интересное местечко, да, выбрали? Романцы, римлянцы. Чтобы создать такой красивый город, место. Классно. 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 Ле ньюи де фурьер. Фурьерские ночи. Да, я читала, что здесь сейчас фестивали музыкальные и театральные проходят. Сейчас просто посмотрим площадку. Ой, как красиво. Ну, я туда еще выше поднимусь. Ну, тут так красиво. Действительно. И неужели это все старинные стены? Город и театр, да? Вот здесь театральная площадка. Ну, это, конечно, отреновированные лесенки для представлений. Ну, здорово. Так, какие-то лабиринты прямо туда наверх. Сейчас поднимусь, посмотрю. А я все-таки себя еще на фоне вида. Сейчас очень жарко. Я сейчас посмотрю. На часах посмотрю, сколько времени. Ой, сколько времени. На часах сейчас посмотрю, сколько здесь градусов. Но здесь-то не написано, сколько у меня нет датчика. Но здесь прям такой жар от этих всех камней. Как будто 35. 35 градусов. Плюс 35. Сейчас маленькую такую ретроспективу. 360 градусов. Вот там сзади. Это Фувриер. Вот Фувриер. Там мы с вами были. Вот красота. Здорово. Город, да? Очень красивый город. Сейчас я еще раз приближу вот это вот Фувриер. Там еще золотая фигура. Тут в основном Мария, причем символ свободы Франции. Причем это революционерка Мария. Я считаю, это правильно. Так, куда мы с вами пойдем. Туда идут, сюда идут. Везде люди. Мы как поднимемся с вами. Давайте здесь самая короткая. Там сверху посмотрим, стоит идти дальше. А так, вон туда ходят. Туда я тоже дойду. Там еще один, по-моему, малый театр. Что-то рассказывает. Как будто экскурсию ведет, но он что-то бытовую какую-то историю рассказывает. Я не понимаю. Очень люблю Леон. Очень красивый. Но по этим горам взбираться немножко проблематично. Сейчас последние такие последние возвышения. Сейчас покажу. Какие-то представительные галы жили с таким видом на долину. Города-то, конечно, как такого не было в Римскую. Наверное, может, внизу и были. А, ну и все. Здесь больше некуда идти. Ой, какое там дерево красивое. Я до него тоже дойду. Я дышу. Это 35 градусов жары. И все выше, и выше. Я поднимаюсь. Тут можно полазить, но сюда надо идти. Я думаю, вечером, когда более прохладно. Потому что это невозможно. Жара такая. Вот это дерево мне нравится большое. Для него тоже дойду. Тут тоже видовая площадка, но из-за деревьев ничего не есть. Для тех, кто вновь соединившийся. Хотя, как такое может быть? Это же не трансляция. Я нахожусь в Лионе. Очень красивом городе. Город контрастов. Столица всего в мире. И очень красивый город. Сейчас такую совсем в историческое место попала. Поднялась на горе. С видом на прекрасную долину слияния двух рек и остров между двумя реками. Конфлюенс и двери Кира, Рона и Саона. Вот. И тут вид. И галы себе устроили. Тут театр. Такое поселение. Романцы галы. Куда-то я иду. Сейчас, наверное, посмотрим, куда. Я там хотела на дерево такого большого. Так. А здесь уже ничего и нет. Ну, сейчас я вернусь в историческую часть и включусь опять. Тут куда-то зашла, отошла немножко от этого старинного гальского, романского, то есть, амфитеатра. И тут вот такой тоже в старинном замке отель расположился. Но это я просто так хотела. Я думала, это такой заброшенный какой-то замок, а это реально отель. Но я хочу все равно вот там посмотреть, что там, и вернусь на романские вот эти амфитеатры. Это просто вот тут отель с этой стороны. Вот это вот такие деревья мне очень нравятся. Хвойные, то, что я говорила. Тут кто-то поет. Ну, тут вот садик интересный. И еще какое-то шато. И вид вот там вот тоже красивый. Зачем это они поют? Это просто девочки идут и поют, распеваются. А это вот такой в старинном замке шато, отель. Четыре звезды, но даже тут красивое место, конечно. Зачем они там распеваются, непонятно. И вот такое старинное шато. Тут, наверное, акустика какая-то для распевающихся мадам подходящая. Может, мне сюда приходить распеваться. Такое классное шато. Хотел бы я там жить. Конечно, бедненько смотрится, ухаживать за этим всем, наверное, тяжело. И там живут какие-то бабушки, которым все это досталось по наследству. О, водичка есть. Интересно, можно пить? Надо посмотреть, пьют тут люди или нет. Вон девочки, которые распевались. Тут очень красивый вид. Это чей-то был замок. И он недалеко от этих амфитеатров. Да, такое шато красивое. Вы представляете, какой вид? Вот то, что я говорила, в Леоне отовсюду какие-то невероятные виды. Я не знаю, надо повыше так поднять. Может быть, на скамеечку потом залезть. Вот он весь Леон. А вот там, кстати, далеко-далеко урбанистические мероприятия. Я думаю, это переработка мусора. Смотрите, какая дымовуха. И оттуда огонь вырывается. Сейчас постараюсь приблизить. Это над крышей вот этой. Видно? Нет? Вот где-то там. Я отсюда вижу. Сейчас не знаю, как там запишется или нет. Там реально какой-то завод переработка мусора. И прям огненные такие языки оттуда вырываются. Леон, Леон, Леон. Такой разный. Такой интересный. Так. Ну вот это очень красивое место. Отель четырёхзвёздочный. Это что за шато? Я сейчас туда внутрь зайду. Если там что-то интересненькое, продолжу снимать. А если нет, вернусь туда в амфитеатр и там поснимаю ещё. Ну, девушки. Такой. Они, кстати, неплохо поют. Слышали, да? Тоже какие-то кельтские или какие-то галсткие, романские. Песни. Песни. Но похоже и на русские выходила на берег Катюша, да? Хорошие голоса. Я раньше занималась вокалом. У меня мецисопрано. Прям оперным. Это очень хорошие тётеньки поют. Вот интересно. Кругом творчество и вдохновение. И вот голый мальчик с шариком с каким-то. Ну, я сейчас посмотрю, спущусь. Тут везде ещё какие-то раковины для царедворцев. Здесь они мылись и в туалет их ходили. Да, интересно. Вот такое пространство. Сейчас, если что, интересное будет, я продолжу. Они всё поют. Свои калинки-малинки романские. А это-то что, заброшено или нет? Или там реально какие-то старенькие бабушки-владельцы живут? Вот интересно. Ну, молодцы, девочки. Тут ещё главное какая-то детская площадка и тренажёры. Вон. Вообще, во Франции и в Европе у людей... Спасибо. У людей много способов провести в свободное время. И свободное время есть. И это вот один из показателей высокого уровня жизни. Сейчас я ещё большие вижу. Я ромашки люблю. Такие ромашки смешные. Большие слишком. Вот так. Обожаю вот эти хвойные все деревья. И поэтому у них очень много для людей любого возраста кружков занятий, хобби, всяких вокальных, танцевальных, рисовальных. Многие бесплатные, да, вот такие занятия. Даже в Испании, казалось бы, бедная экономически может быть. А бедная, может, и бедная страна там тоже. Пенсионеры живут полной жизнью. Там нету пенсионеров. Вот все люди определенного возраста. Это фувриер-отель. Ну, понятно, наверное, дорогой. Они называются сеньоры. И ведут разнообразный образ жизни. А, там, кстати, водичку можно было попить. Я вот обожаю вот это дерево. Как кипарис, только раскидистое такое. О, обожаю. И запах такой. Южные, конечно. Видно это дерево? Хочу сад. Не, ну в саду ни к чему эти деревья. В саду оливки должны расти, гранаты. И всякие. Ну, вот под сенью такого дерева очень приятно проводить время. Ладно, пойду обратно. Сейчас вам еще делаю на прощание вот этой площадке вот этого Лёвика. Сейчас вам мордочку приближу. Ну, это уже наводел, конечно. Тут на стояночку, да? Лёвик. И продолжаем прогулку. Ну, вот я вернулась к Романскому театру и поселению городскому Романов. Римлян, я так понимаю. С двухтысячелетней давности. Ну, здесь остались такие разрушенные какие-то камушки, лабиринты, небольшие домики, да? Наверное, какие-то вельможи тут ночевали в маленьких домиках. И дальше. И дальше. И дальше вон спускались вниз и в театр сразу. Да, интересно. А вот тут вот город, да? Видно город. Ну, город сейчас так разросся. Вот такие средневековые вот тут похожие крыши, да? Старинный Вьё-Леон. Такой город красивый. А как выглядело это раньше? Просто красивая долина. Реки и небольшие лачушки, стада овечек, коровок и кузулят. Фовриер вообще новодел. Ну, как новодел? Там какой-то конец 19-го. Потом он в войнушку был. Я извиняюсь, что так говорю. А был разрушен. Его восстанавливали во многом. Поэтому. А вообще в таких местах очень классное ощущение. Здорово, конечно, иметь возможность путешествовать и бывать в различных таких местах. Всё тут открыто. Можно лазить. Интересно, что там. Погреб или комната для жизни. Вот так вот. Сейчас я тут спущусь. Похожу, как римский император. Бывал тут ходила тут эта нога и вторая нога моего кумира Александра Македонский. Мой кумир. Только Александр Македонский достоин общения со мной. Только его нет. Я несчастна. Шучу. Шучу, конечно. О! Кусил кто-то меня. Надо помазать. У меня такая классная мазь из Таиланда. Вот такой красивый город. вот это коричневая вот эта башня это Пардио район. Тут вот старый город. в амфитеатрах этих я пока что ничего не поняла. Я про них еще почитаю и может быть еще раз поснимаем подумаем. в общем-то я прошлась тропою римского императора какого-нибудь Игальского. О! Колонны здесь был храм кого? Артемиды? Там музеи есть? Я сейчас подумаю посмотрю схожу наверное в музей там полная информация там такой музей что-то маленький вон может быть если там единственное что много этажей под землю уходило бы тогда было бы понятно но я зайду расскажу а так можно все наверное загуглить что тут смотреть остатки цивилизации былой галлы римы римляне кто были эти люди да? имеют ли современные французы отношение к этому к этим сообществам людей и что тут было все это время было много чего вон еще классно значит это тоже храм основание колонны ой я ничего не вижу так темно я надеюсь я туда приблизила вот там внизу основание колонны как и вот эти колонны значит тут был храм внизу театр и амфитеатр как красиво и весь город Леон то что я говорила по склонам гор Альпы этих гор сопок он тоже амфитеатром таким располагается большой город в Леоне около агломерациях около двух миллионов человек всего вместе живет да центр мира третий Рим первый Рим Леон это первый Рим себя засниму на памяти на фоне как император тут восстаю созерцание созерцаю ну такой император несущий это я себя фантазирую императором несущим как мне казалось бы как это просвещение просвещение культур как это культурные ценности ликбез ликвидация безграмотности ну в том понимании которым находится несущий да вот так вот так что пока что приостановлю если будет какая-то еще информация я добавлю в видосик бонус какой-то информационный пока пойду попытаюсь в музей сходить вам обнимашки любовь из Франции тепло умиротворение и принятие того что есть того что мы не в силах изменить у меня новые новые получились термины но будем стараться менять себя и мир к лучшему да наверное так что всем успехов и безу-безу подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии вот тут оказывается вот там где мы сейчас были это вон один амфитеатр а сейчас тут оказывается еще один амфитеатр и основание я вижу колонны выставлены как был тоже здесь храм культура языческая древняя римская греческая не знаю вот обязательная обязательная составляющая архитектурного пространства это храм какой-нибудь богини спортсменки комсомолки и вот здесь вот амфитеатр и здесь тоже кстати сделали ну наверное там отреновировано все и сделано сцена современная и сейчас проходят дни фурьер и старинные ой и музыкальные театральные перформансы спектакли а вот эти колонны здесь значит был храм жрицы и жрецы служили наверное какие-то тут ритуалы обряды вот здесь интересная такая плита часть оставшегося храма странные какие-то камни такие похожие на гранит но это местного наверное местные камни ой опять кто-то меня кушил сейчас так жарко здесь особенно среди камней 35 наверное градусов жары еще раз посмотрим на эти колонны остатки что это все значит сейчас вот туда заглянем что там и вообще вот похожи по храму но вообще должно быть это по идее было еще облицовано ой у меня такое странное чувство здесь а здесь вот сторона скрытая от всех тайная сторона храма тут наверное тоже какие-то перформансы совершались воистину богов во славу люди любят перформансы творческая такая составляющая вот ну и театр 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 это круто сейчас попробуем посмотреть заглянуть туда но там что отреновированная такая туда нельзя подниматься тут никто не видит я думаю вот такой был амфитеатр то есть он действующий второе третье тысячелетие до рождества христова это интересно это интересно вот так да классно тут я люблю театр обожаю хотела бы я тут на какое-нибудь шоу но не шоу именно такое образное красивое что-то увидеть чтобы меня потрясло и заставила задуматься задуматься обо всем так здесь все здесь можно подойти сейчас я еще с этой точки сниму немножко ну вот тут был старинный театр может типа Колизея Львов выпускали ну заканчиваем тут уже некуда идти в принципе да я сейчас схожу в музей посмотрю это такая маленькая маленький бонус маленький бонус эти стены наверное были выше выше и выше украшены тоже какими-нибудь колоннами все это было я думаю расписано разрисовано вот белыми же статуи не были они были все разноцветные инкрустированные да оставайтесь на нашем канале смотрите видео из Франции всем любовь и обнимашки из теплой теплой Франции тут еще маленький бонус видео какие-то проекции всего этого ладеон ле гра дин там что-то еще и арена большого театра может быть это реконструированные такое и сейчас попытаюсь зайти вот сюда это так и понимаем музей посмотрим тут тоже не реставрация а реконструкция античного Леон Вьен Шамбери Греноболь Валаус Валаус ну такое да информационное и уже заканчиваются с тридцатого аж это все были дни фурьер аж с тридцатого мая это все видите ой художник рисует сейчас мы посмотрим да и действительно сейчас посмотрим снизу амфитеатр просто пофантазируем какой он был о что они там карандашами в альбомчике это я думаю заезжий художник графист такой да бонжур не хочет чтобы я его снимала ну конечно я его отвлекаю да и это все оказывается с пятого ой с тридцатого мая июнь и весь июнь и почти весь июль и вот сейчас последние дни о классно сколько народу вмещало это пространство это был большой город две-три тысячи лет назад это то о чем я говорила что в масштабах трех тысяч лет десяти тысяч лет ну трех да точно тысяч лет человечество на одном уровне развития что тогда он амфитеатр что сейчас там там у них репетиция монтировка сцены я люблю конечно театр раньше я работала в театре актрисой и много путешествовала так и что у нас сейчас будет о какие интересные да коллективы что сегодня будет интересно это уже в самом конце тут написано в каких локаций какие мероприятия так 19-20 ну это да здорово что-то я все пропустила какие-то летящие женщины семьёры что-то я все пропустила но все уже заканчивается последние два дня 23-е 07 вот это мерзолки мурат мерзолки ну все да закончилось надо было раньше ходить на все мероприятия Даней Фувриер но в Лионе не всегда ой простите проходят мероприятия да и вообще во Франции любят театр искусства поэтому мне очень нравится тоже здесь помимо технологий развитой инфраструктуры уровня развития уровня жизни еще вот происходят постоянно театральные фестивали клоунские музыкальные разные там вот где мы парк Мирабель ездили там проезжали стадион Гура Упама там тоже всегда такие как ну приезжают музыкальные коллективы там масштабное вообще действие 20 по-моему тысяч человек стадион и это вообще потрясающе тоже всем безум обнимашки из Лиона еще раз по-моему Продолжение следует...